Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Blood Trial. Суставы, я смотрю, по-прежнему работают безупречно. Вся гибкость человеческого тела демонстрируется в этой игре. И руку вообще невозможно сломать, что бы я ни делал. Боже мой, он по-прежнему чувствует себя комфортно. Ведь он здесь для этого и существует, чтобы мы наслаждались физикой и другими элементами этой песочницы. Итак, в свежем обновлении добавили новую карту. Это вот такой вот тренировочный полигон, где можно тоже запустить волну противников. Но здесь, в отличие от предыдущей карты песочницы, есть много элементов окружения. Например, ямы, всевозможные лестницы и большое пространство. И даже, я смотрю, здесь мешки с песком, которые пострадали немного от взрыва, что намекает нам на то, что здесь и повзрывать можно, не опасаясь за свою жизнь, потому что можно быстренько на безопасное расстояние отойти. Он сам ударился об мой кулак. Я забываю, что двумя руками нельзя держать тело, к сожалению, по-прежнему. И ямы, похоже, непростые. Одна яма, которая отталкивает, выпихивает наружу наших противников, а другая, наверное, втягивает. Не знаю, смелись предположить. Ты чё, братишка? Спокойно, спокойно. Кажется, ему не понравилось мое поведение. Ещё один пришёл. Они начинают окружать. Я же всё ради науки. Вы должны меня понять. К сожалению, я не такой шустрый. Один, кажется, восславил богов. Не знаю, что он делает, но он плясать начинает. Такого поведения я раньше не замечал. Хотя им свойственно такое поведение, потому что это какие-то культисты или что-то вроде того. Это непростые ребята. Да, это яма, боюсь, его не вытолкает. Кажется, как только они увидали ствол в моих руках, они сразу немного забеспокоились. Как раз патроны вовремя закончились. Похоже, на этой карте действуют правила с арены. Нам сначала нужно уничтожить одного из противников, и затем сполнится волна. Соответственно, что он делает? Это танец на живота. Да, жалко, что я по-прежнему не могу взять двумя руками взаимодействовать с НПС. Активной является только одна. Пойдем, пойдем со мной. Я тебе кое-что покажу, не хочет. Придется заставить его силой. Похоже, он умер. Так, ну ладно, это не важно. Его плюс еще затоптали, по-моему. Сейчас попробуем вот сюда вот на песок спуститься. И здесь, как вы видите, некие колья есть, лезвия, которые, возможно, смогут нас защитить. Хотя они не такие уж и глупые. Собственноручно, самостоятельно. Они, естественно, на эти колья не хотят попадаться. Так что придется им помочь. Какой стойкий, молодой человек. Почти получилось. Уже близок. Они решили обойти. Кто-то, кстати, по лестнице поднимался. Точнее, спускался. Да, к сожалению, бейсболист из меня так себе. Но рано или поздно наверняка получится. Нужно лишь немного практики. Вот, уже лучше. Наслаждайся, дружище. Боже мой, здесь кто-то самостоятельно зацепился. Так, ну-ка, он встал. И, к сожалению, слишком серьезный урон на то лезвие ему не нанесло. Нужно бить в область бедра. Чтобы на ней улетали. Во, другое дело. Как высоко полетел. Ой-ой-ой, кажется, это была черепно-мозговая травма. Этот посмотрел на трупы своих товарищей. И теперь злостно пытается мне отомстить. Но тут я уже не успею. Слишком высоко он полетел. И слишком далеко. Это, кстати, был не последний, похоже. Последний решил спрятаться. Но от меня не уйдешь. Просто стоит за колонной. Давай, друг, иди сюда. Не переживай. Это, видимо, одна из новых групп. Которая как раз-то специально убегает. Дружище, выходи. Я ничего плохого тебе не сделаю. Мы просто поговорим. Вот и поговорили. Так, ну что ж, давайте теперь попробуем заспавнить новую волну. Удар дракона. Так, теперь давайте посмотрим, насколько ловко они забираются по этим лестницам. И простраивает маршруты пока. Спорный, спорный искусственный интеллект. Они справились вполне успешно. Он был близок. Ему повезло. Второй практически сам самостоятельно спрыгнул. А третий вообще, кажется, сдается. Вот этому меньше повезло, но все равно проскользил ловко. Да что ж такое? Не хотят попадать. Максимально стараются безопасно приземлиться вниз. Давай, труп. Да, не, ни один не налетел на эти корья. Но никто не пострадал, самое главное. Почти попал в яму. Как же они обходят опасность. Вовремя он исчез. Подожди секунду. КОНЕЦ Вы знали, что у пистолета тоже есть кровь? Они тоже живые. На этом закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч. ПОДПИШИСЬ!